Приветствуем вас. Вы знаете, ситуация, в которой вы оказались, конечно, не из простых. Это факт. Но я могу сказать вам примерно следующее. Необходимо взять несколько констант, несколько оснований, которые помогли бы нам построить небольшой фундамент для лучшего понимания того, что происходит. Первое. Вы человек со своими ценностями, со своими особенностями и со своими взглядами. Взглядами на жизнь, взглядами на мир, взглядами на семью и прочее. И ваши ценности находятся в различных иерархических местах. И вряд ли вы прямо вот так сходу готовы меняться. Вряд ли. То же самое касается и вашего мужа. Ваш муж, точно так же как и вы, не готов меняться, не готов, а менять свою структуру ценности. И вам необходимо для себя решить, готовы ли вы принять его ценности. С чем связано то, что вы принимаете на свой счет негативно, факт того, что человек просто продвигает свои ценности. Я бы сказал, что вы здесь пытаетесь манипулировать своим мужем, обижаясь на него и высказывая ему все. Нет, то, что высказываетесь, высказываете вы ему это правильно. А вот то, что обижаетесь, это манипуляция. Попытка вызвать чувство вины, чтобы он сделал то, что вы хотите, но это довольно деструктивная позиция. Моя идея заключается в том, что муж такой, как он есть, меняться он не будет. Как и вы, такая какая вы есть, меняться вы не будете. Главное понять, чего вы хотите, для чего необходимо разобраться в своих чувствах. Мне кажется, что проблема существует несколько масштабнее, чем то, что вы описываете. Мне кажется, что проблема была и раньше, просто сейчас, может быть, она обострилась. Я бы не сказал, что она достигла своего апогея или кульминации в этой истории, которую вы рассказали. Но совершенно точно, что проблема была, потому что вы говорите, что раз в три месяца мы ругаемся. И то, как вы описываете свою семейную жизнь, да, что не пьем, не курим, супруческие и прочие обязанности выполняем, для меня это очень сильно выглядит, как соблюдение некого регламента. То есть, мне кажется, что вашей семье, именно вашей семье, Диана, вас и семье вашего мужа и пятилетнего ребенка, не принято выражать свои чувства, не принято быть искренним. Могу ошибаться, но моя гипотеза пока не заключается в этом. Причем, никто не запрещает прямо выражать свои чувства, но создается такая атмосфера, что выражать искренне свои чувства не очень хорошо, не очень поощряется. Часто, мне кажется, связано это с тем, что вы склонны к сомнению, склонны к мнительности, а муж, наоборот, достаточно авторитарный и властный человек, как и многие военные. Следующее, на что я хочу обратить внимание, это на то, что как будто бы вы хотите, чтобы вас держали. В буквальном смысле слова. То есть, вроде бы и любит, но не держит. Диана, простите, а он должен вас держать? То есть, в вашем понимании, любовь, это когда человек держит того, кого он любит. То есть, это то, что делаете вы. Вы держите, пытаетесь принуждать, пытаетесь вызывать чувство вины и, в общем-то, как это сказывается на ваших отношениях с мужем? Ответьте себе, пожалуйста, на этот вопрос. Следующее, о чем вы говорите, это то, что, с одной стороны, хочется, чтобы все было по-семейному, чтобы он нас забрал, уделял максимуму внимания и так далее, и так далее. Это ваша реальность и ваш идеальный мир. Но реальный мир включает интересы другого человека, который вы не учитываете. К сожалению, можно как угодно относиться к тому, что делает ваш муж. Разные люди разных ценностей, разных взглядов, разных установок иерархических систем, систем ценностей поступили бы по-разному в этой ситуации. Не нужно думать, что ваша ситуация, это та ситуация, где есть однозначное решение, однозначно правильное решение. Таких ситуаций не существует. Абсолютно в любой, даже самой аморальной, самой зверской ситуации существуют разные варианты. К ним можно относиться по-разному, но они есть. Так же и здесь, с моральной точки зрения, если морализаторствовать, можно оценивать этот поступок. Ну и стратегу вашего мужа. Но, мы же все-таки не морализаторы. Мы говорим, что реальность такова. И мы говорим, что вы отказываетесь эту реальность признавать. Отказываетесь признавать то, что, мне кажется, вы знали всегда. Косвенным образом это проявляется в том, что вы говорите, что муж военный сказал, значит сделал. А что делаете вы? Пытаетесь сделать, чтобы он изменил решение. Но, если он изменит свое решение, это уже будет не он. Это будет не тот человек, за которого вы выходили замуж и которого вы, возможно, любили. И, может быть, случится так, что, если он изменит свое решение, вы почувствуете себя в еще большей небезопасности. Потому что поймете, что мышь не такой уж и подходящий для того, чтобы на него опереться. А это очень важно. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это на то, что вы вместе с тем говорите, что, значит, я, кажется, было по-сумейному. Но, если я это спешил на тормозах, то мышь по мне пройдется. Что вы имели в виду, не очень понял. Если вы говорите, что не хочу лишать своих детей отца. А вот это как? Ну, то есть, просто раскроете немножко эту мысль. Как это лишить детей отца? Вы простите своего мужа убить хотите? Или как? Или у вас это так вот работает, что муж является отцом для моих детей только пока я замужем за ним. Как только я перестаю быть за ним замужем, то моим детям он отцом быть тоже перестанет. Ну, если это так, это несколько странно. Мягко говоря. Знаете, какая штука? Я могу предположить, что то, что делает ваш муж, это не соответствует вашим взглядам на семью. И на, ну, и вашим ценностям. Это не соответствует. Я это понимал. На момент в том, что несоответствие ценностей никак не дотрагивает личность человека. Никак не дотрагивает эмоции, никак не дотрагивает чувства. То есть, условно говоря, человек, поступающий не в соответствии с моими ценностями, никак меня не задевает. Я могу не принимать то, что он делает. Но меня это, повторюсь, не задевает. А если задевает, как задевает вас, потому что вы плачете. Плачете не потому, что ваши ценности не нашли отклика в поведении человека. Вы знали, что ценности у вас немножко разные. А плачете вы потому, что у вас были ожидания, надежды, которые не соответствовали реальности, которую вы создаете вокруг себя. И вы плачете от разочарования. К сожалению, это немножечко детская позиция. Но детская, в этом смысле, она является только потому, что вы сами не берете ответственность за то, что вы хотите. А ждете, что кто-то другой, в данном случае вашему, вам это даст. А это так не работает, к сожалению. Так вот, я могу предположить, что ценности, которые у вас есть, не исключают такого поведения мужа. Легко. Я легко могу это предположить. Но. Только ли это здесь? Или вас задевает то, что мы сделали? Очевидно, что задевает. До тех пор, пока задевает вас, мы имеем дело не с ценностями, а с внутренним конфликтом, с внутренним противоречием, со страхами, с неуверенностью в себе. Может быть. Может быть с некими комплексами, негативными установками. И это все мешает вам быть самой собой. Плюс, на мой взгляд, у вас не выработан навык бесконфликтного общения. Косвенно это подтверждает наличие ссор раз в три месяца. Вместе с тем, периодическая ссора свидетельствует о недостаточной близости, о подавлении эмоций и о невыраженных каких-то вот порывах и так далее. А также напряжение. Потому что ссора, скандал, это самое напряжение снимает. Кстати, ссор раз является неплохим, неплохим заменительным интимной жизнью. При ряду случаев, конечно же. Такие вот дела, дела. И вы пишите, что не знают, что делать. Что делать, чтобы что? Если хотите разобраться в себе, поможем разобраться в себе. Хотите смутим развестись, поможем пережить развод. Хотите гармонизировать отношения? Поможем и этому. Вопросом, чего вы хотите? И с чем готовы за это платить? Потому что, если вы не готовы меняться, например, не готовы принимать позицию, не готовы брать на себя ответственность за те болезненные моменты, которые у вас есть сейчас, то цена этому будет разрыв ваших отношений или дальнейшее их ухудшение. Если вы готовы меняться, результатом будет гармонизация отношений. Можно ли быть изменения вашего мужа? Потому что он увидит, как человек может меняться. решать в любом случае вам. Что еще хотел я, наверное, сказать. Моя гипотеза заключается в том, что у нас отношения с мужем чисто гендерные. Или может быть даже не гендерные, а семейные. То есть муж, жена, мучки. Обязанности мужа, обязанности жены и в принципе все. Я бы сказал по вашему тексту, естественно это не стопроцентная информация, это моя гипотеза, только я могу быть не прав. Но я бы сказал, что вижу в ваших отношениях недостаток личностного взаимодействия, недостаток вне семейного и вне гендерного взаимодействия. Хочется спросить, как вы проводите досуг? Вместе ли вы проводите досуг и так далее. Хочется спросить, взаимодействуете ли вы со своим мужем как-то кроме того, что он ваш муж и ваш, условно говоря, любовный партнер и так далее. Очень важно, чтобы человек видел вас не только как женщину, как свою жену, как мать своих детей, но и как личность, как человека, как субъекта какой-то определенной деятельности, как ценность в себе. А у меня сложилось такое впечатление, что вы склонны к зависимости от других людей. То есть без других людей вы чувствуете себя не уверенным. Вы пишете, что муж военный родственников в этом городе нет. И с одной стороны, с одной стороны. Вы правы. Ну, вы можете поехать туда, где родственники есть. Или можете пригласить этих родственников к себе домой. Что все, в принципе, отрещано. А у вас неважно другое. Что у меня ощущение, что вы себя самостоятельной единицей не чувствуете. Нуждаетесь в опоре и защите мужа, ну или другого человека. А вот цена, которую вы за это платите. А речь идет именно о цене, потому что то, что делает муж, это как раз таки цена, которую вы платите за такой подход к жизни. Так вот цену, мне кажется, платить вы не готовы. И, может быть, это значит, что пришло время пересмотреть свою стратегию. Может быть, это значит, что пришло время признать, что, может быть, вы не та, кому комфортно быть за кем-то. Может быть, пора остаться рядом, а то и вперед. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok